Итак, военный арсенал Армении пополнится новым видом французских вооружений. В ходе недавнего визита министра обороны Армении Сурена Папетяна в Париж стороны подписали контракт на поставку французских Сау-Сизер. Об этом в соцсетях а написал министр обороны Франции Себастьян Лекарню, обозначив подписание контракта на приобретение Сизер новой важной вехой армяно-французских отношений. Для справки, Сау-Сизер, это 155-м гаубица, установленная на шасси грузовика Renault Sherpa 10 с бронированной кабиной. Армения закупила у Франции 36 установок, которые французская сторона должна поставить в течение последующих 15 месяцев. К слову, в самой Армении неоднозначно расценивают перспективы военно-технического сотрудничества с Францией. К примеру, газета Гропарак скептически отмечает, что подписание контракта — одно дело, а поставка оружия в Армению — другое. Кроме того, должен быть личный состав, способный применять артиллерийские средства, нужно интегрировать их в свою систему. На каждое артиллерийское устройство необходимо не менее двух тысяч, трех тысяч снарядов, а по стандартам НАТО — шесть тысяч снарядов. Иными словами, при наличии 30 пушек должно быть 180 тысяч снарядов, пишет издание, явно указывая на достаточно ограниченные возможности армянской армии и нехватку боеприпасов НАТОвского 155-м калибра. Но, судя по всему, в Ереване ослеплены единственной целью — заполучить любое западное вооружение, не особо вдаваясь в тонкости военного дела, но при этом тупо следуя советам старшей сестры, подталкивающей к милитаризации региона. Жесткая реакция Баку. То, что вооружая Армению, Франция на самом деле задается целью дестабилизации региона, подтвердила жесткая и незамедлительная реакция официального Баку. В МИД Азербайджана четко заявили, что перевооружение Армении, имеющий опыт совершения кровавой военной агрессии, со стороны являющейся постоянным членом Совета безопасности ООН Франции и поддержка политики реваншизма руководство Армении помимо политической безответственности ведет к новой войне. Не менее жестко выразилось Министерство обороны Азербайджана, оснащение Франции и Армении артиллерийскими установками смертоносного и наступательного назначения и другими видами вооружения, несмотря на предупреждение азербайджанской стороны, является очередным доказательством провокационной деятельности Франции на Южном Кавказе. Заявляем, что всю ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и возникновение нового очага войны будет нести руководство Армении, проводящее реваншистскую политику, и диктатура Макрона. Во-первых, с сожалением приходится констатировать, что армянская сторона идет на поводу у Парижа в то самое время, когда Баку и Ереван вышли на новый уровень переговоров без участия посредников и достигли определенных договоренностей под элимитацией и демаркацией границы. А это, серьезный удар по деструктивным целям и задачам Макроновской Франции в отношении Южного Кавказа. Во-вторых, расставляя вооружение Армении, Франция рассчитывает вбить в горячие реваншистские головы мысль о том, что можно все вернуть, отыграть ситуацию назад, восстановить попранную честь и спровоцировать если не новую войну, то хотя бы крупномасштабную провокацию на условной границе. В этой связи в Баку обоснованно считают, что ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и создание нового очага войны полностью ляжет на руководство Армении и диктатуру Макрона. В-третьих, то, что армянское руководство пытается торпедировать мирную повестку Баку, отказывается менять конституцию, в которой содержатся территориальные претензии к Азербайджану, и упорно продолжает пополнять свой военный арсенал французским оружием, уже создает благодатную почву для дальнейших милитаристских целей Парижа в регионе, что не остается без внимания не только в Азербайджане, но и в России. А что Россия? При том, что антироссийская политика премьер-министра Никола Пашиняна, веский аргумент для недовольства Москвы политикой своего все еще форпоста на Южном Кавказе, первопрестольная предпочитает не конфронт АЦИЮ с Ереваном, а метод гибкой дипломатии, основанной на принципе кнута и пряника. К примеру, российский МИД регулярно напоминает о том, что несмотря на постоянные огрядки в сторону Запада, гарантом безопасности Армении остается именно Россия. Кроме того, Москва постоянно заявляет о приверженности всестороннему взаимодействию с Арменией, но периодически напоминает о тяжелых последствиях разворота на Запад на примере Украины. То есть очевидно, что Россия пытается удержать Армению в орбите своего влияния, несмотря на то, что процесс переориентации Еревана на Запад уже запущен. С другой стороны, ясно и то, что у Москвы на данном этапе недостаточно действенных рычагов давления на Ереван, к примеру, в вопросе выхода Армении из ОДКБ. Напомним, на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны, заявил о том, что Армения заморозила свою деятельность в ОДКБ и больше не вернется в эту организацию. В этой связи в российских политических кругах прозвучали разные мнения, включая призывы немедленно исключить Армению из ОДКБ, вплоть до принятия решительных шагов, направленных на смену нынешней внешнеполитической ориентации Еревана и возврата его в орбиту Москвы. Параллельно в Москве достаточно ревностно отреагировали на очередной контракт Армении с Францией на поставки Сау-Сизор. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия не отказывается от контактов с Арменией в военно-технической сфере. «Мы не отказываемся от контактов с Арменией в военно-технической сфере, они ведутся на регулярной основе, не видели претензий с той стороны», — сказала Захарова. При том, что военные поставки из РФ в Армению практически сошли на нет, а в условиях продолжающейся войны в Украине вероятность их возобновления мизерна, Москва пытается довести до Еревана, что Запад намерен, в том числе через военные поставки, продвигать свои интересы в регионе, используя Армению в гибридной войне против России. Как отметил в своем недавнем интервью комсомольской правде заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, Запад использует Армению как плацдарм и проводит политику неоколониализма на постсоветском пространстве, и применяет в отношении этих республик философию «разделяй и властвуй». И здесь следует отметить, что позиции Баку и Москвы в этом смысле полностью совпадают. Однако заявление российского дипломата о том, что печальные и поучительные примеры некогда процветавшей, а ныне в буквальном смысле обезлюдившей деиндустриализированной натовской Прибалтики и той же Украины говорят сами за себя, напрашиваются на следующий вывод, Москва не готова отпустить Армению из орбиты своего влияния и продолжит в этой связи атаку на Ереван через свои дипломатические каналы. По этой причине можно с осторожностью предположить, что утверждение Галузина о том, что Россия никогда не вмешивается в дела стран ближнего зарубежья и никогда не использует против них элементы ни мягкой ни жесткой силы, это тонкий намек Еревану о том, что именно Армения может стать последней каплей в чаше терпения Москвы в случае окончательного разворота на Запад. А какие выводы сделают в Армении из месседжей Москвы, покажет время.